Второй сезон Тарях Марях. Итак, Бржерн Десосбай, начинаем. Все мы знаем, что казахи состоят из трех жузов. Не делятся на три жуза, а состоят из трех жузов. Старший, средний, младший. То есть Ложес, Ортажес, Кышеджес. Почему именно так? Это остается самым сложным вопросом в истории Казахстана. И точного ответа на данный вопрос до сих пор нет. Но я сейчас попробую вам что-то объяснить. Итак, погнали! Внимание! Если в комментариях будет много споров типа «Ой, бай! Мой жуз лучше! Мой ру лучше, чем остальные! Это, по идее, мы великие! А нам, нам!» Такие комменты буду удалять. Ролик создан для познания чего-то нового и отдыха. А в конце выпуска будет мораль всей истории. Так что, Ортсу Спай, кайфуйте! Для начала давайте разберем слово жуз. Жуз обозначает сотню, цифра 100. И еще жуз с арабского переводится как «часть». Ну типа, вот целая, а вот часть. Да, и такой вариант есть. Также жуз может обозначать личико. Например, Жезе Танос. Знакомое лицо. Ну или взять слово Жер Жезе. Вся земля. Или же вся поверхность земли. Почему жузы назвали Оло, Орта и Кэше? Давайте теперь рассмотрим первый вариант. Дело в том, что когда солнце всходит, то оно всходит с востока на запад. То есть, в первую очередь, солнце всходит ближе к югу. То есть, Оложес. Потом к центральному Казахстану. Ортажес. И только потом переходит на запад. То есть, Кэшежес. Также есть вероятность, что жузы назвали так из-за их расположения над уровнем моря. Выше всех расположен Оложес у подножия гор. Потом Ортажес в степи Сарарки. А Кэшежес расположен ниже уровня моря на западе страны. Вот такая версия. Запомнили? Тогда идем дальше. Переходим к следующему варианту, которого придерживаются многие историки. Назвали жузы по старшинству старший и средний. Младший. Все дело в культуре казахов, где всегда уважали старших. Неважно, враг он для тебя или друг. Но кто именно был старшим, кто средним, кто младшим? Тут вариантов очень много. Перейдем к первому. У казахов был такой хан, Хасамхан. Его реально многие уважали и слушались, но столицу в честь него никто не называл. И после его смерти ханом стал Мамашхан, но он недолго правил и неожиданно умер. Тогда и началась борьба за власть. Каждый хотел стать великим ханом. И люди начали делиться. Султан по имени Тахир ушел на юг страны, в район Могульстана. Тогом и Шигай Султаны остались в центре, а Хак Назар остался на западе. Там у Хак Назара вообще очень длинная история. Хоть сериал снимай, не хуже Суллима Султана. Так вот, по возрасту и знати, старшим был Тахир, средним Тогом, а младшим Хак Назар. Поэтому и назвали их владения старшим жузом, средним жузом и младшим жузом. Вот так развалили страну, которую так усердно укреплял Хасамхан. Хасамхана на вас нет, как говорится. По поводу старшинства есть еще один вариант. Образовалось казахское ханство во главе Кирея и Женебега. Рядом с казахским ханством располагались такие государства, как Могулистан, Сибирское ханство и Наугайский Орда, в которых жили родственные племена тех племен, которые были в казахском ханстве. Затем соседние государства начали разваливаться, и люди начали качевать в казахское ханство. Об этом также рассказывалось во втором выпуске Тарих Марих. Ссылка в описании ролика. Так, например, распался Могулистан, и оттуда люди перекачивали в казахское ханство. Могулистаном проявили потомки Чагатая, сына Чингисхана, хранителя Яссы, свод от законов и правил. Грубо говоря, они хранители очага по традиции, поэтому их и назвали Ложис. То есть в данном случае более корректным переводом будет Великий Жуз. Великий, так и хранитель Яссы. На западе же распалась Наугайская Орда, и оттуда племена перекачивали в казахское ханство. Наугайской Ордой управляли не потомки Чингисхана. Отсюда и название Кэши Жуз. В то время очень уважали потомков Чингисхана. А Средний Жуз назвался так из-за остальных двоих. Есть также версия, что Орда Жуз на самом деле Орда Жуз, то есть Центральный Жуз. Это объясняется тем, что ханами казахского ханства в основном были ханы из Среднего Жуза. Ну, как-то так. А теперь к легендам. В казахской устной литературе, то есть фольклоре, образование трех Жузов связывает с правителем по имени Алаша Хан, или же Алаш Хан. Давайте я расскажу одну из легенд сейчас. Есть легенда, по которой у одного хана рождается сын, не от старшей жены. И она решает избавиться от ребенка и отправляет его вниз по реке Сардарья. Ребенка находит старый бедный рыбак. Ребенок был пестрым, и в честь этого его назвали Алаша. В итоге он вырастает умным, мудрым и храбрым. Услышав это, хан отправляет за ним три сотни воинов, чтобы вернуть своего сына. Но они решают остаться вместе с Алаша и превозглашают его своим ханом. Они вели вольный образ жизни и называли себя из-за этого казахами. Кстати, эти три сотни воинов и создают три Жуза. Жуз переводится как 100. На подобии этой легенды есть еще разные варианты, которые в свое время записали Машир Супкупеев, Рашид Аддин, Шохан Валиханов и другие. Но все они примерно схожи. Если интересно, то можно просто пойти в библиотеку и изучить, чем отличаются эти легенды. Также есть легенда о Халша Хадрбатаре. Она была рассказана в третьем выпуске. Ссылка также в описании данного ролика. А теперь расскажу, откуда вероятнее всего появилась фраза «Казахи не делятся на три Жуза, а состоят из трех Жуза». Дело в том, что в хорошие времена казахи начинали делиться. Как пример, время после смерти Хасмхана. При таких дележках враги извне приходили и наносили казахам неимоверный ущерб. Например, нападки у иратов-джунгаров. В этот тяжелый период приходит осознание, что надо держаться вместе, а не делиться. Вот так на горьком опыте казахи поняли, что делиться это плохо. И пошла идеология. Казахи не делятся на три Жуза, а состоят из трех Жуза. Эту идеологию поддержал Таокехан, поставив главным в Жузах не ханов, а биев. Всегда, когда казахи объединялись, то давали отпор любому сопернику. А когда делились, то, как говорится, булингенде, буржи, деление на Жузы или Ру, это слабое место казахов, чем и пользовались соперники. Этим пользовались в свое время и джунгары, и Российская империя, которая ставила отдельных ханов в отдельные регионы. Как говорится, разделяй и властвуй. И не надо тут винить кого-то, типа, если бы не они, то мы были бы такие ими, да. Чтобы быть крепкой нацией и государством, в первую очередь мы сами должны быть крепкими и избавляться от своих недостатков. Внимание! Все ролики на данном канале выходят также на казахском языке. Вот такое начало второго сезона Тарих Марях. Адайд Пахши, уже давно на канале не выходили видео. И чтобы больше людей посмотрели этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк и оставьте комментарий для продвижения канала. А чтобы не терять канал из виду, предлагаю вам вовсе подписаться на канал. На канале будет еще много чего, просто запомните одну фразу. Все будет, но не сразу. И еще, как же без этого? Всем спасибо, всем пока.